Роды через кесарево сечение это способ помочь ребенку появиться на свет, если естественное рождение может навредить его здоровью или маминому. Однако с усовершенствованием технологии стали появляться мнения, что оперативные роды намного легче обычных и надо всеми силами стараться получить направление на кесарево сечение. Есть страны, где эту операцию действительно делают по желанию. В России не так. У нас для кесарево сечения нужны медицинские показания, однако они порой могут быть не вполне четкими. Например, при высокой степени близорукости врач-офтальмолог может советовать оперативное родоразрешение, а может настаивать в зависимости от состояния сетчатки. Если все ограничивается рекомендацией, после консультации с гинекологом-акушером можно решить рожать самостоятельно или выбрать кесарево. Что надо знать, если вы стоите перед таким выбором или вам предстоят оперативные роды? Первое. Ребенок родится раньше предполагаемой даты родов. Кесарево сечение может быть экстренным, когда женщина уже в родок. Это опасная ситуация, и чтобы избежать осложнений дату операции, назначают примерно на неделю раньше предполагаемой даты родов. То есть малыш появится на свет чуть раньше. Особенно важно точно отслеживать готовность организма и ребенка к родам, если у вас были травмы позвоночника, есть деформации или оперативное вмешательство в прошлом. Кроме того, внимательнее приходится быть, если кесарево сечение уже не первое. Второе. День рождения ребенка можно выбрать. Конечно, в разумных пределах. Однако, если в семье есть несчастливые поверья или, наоборот, вот-вот будет юбилей у дедушки и хочется преподнести сюрприз, можно обговорить с врачом дату в пределах пары дней. Если, конечно, нет противопоказаний к долгому ожиданию и признаков скорого начала родов. День госпитализации может совпадать с днем операции, а может ему предшествовать. Уточняйте это в роддоме заранее. Третье. Не есть, не пить. Кесарево сечение настолько распространено, что многие забывают, это тоже полостная операция. И как перед каждым вмешательством перед ним нельзя 12 часов есть и 4 часа пить. Если нарушить правила, это может вызвать рвоту приведения анестетиков и препаратов или помешать провести интубацию или наркоз. По этим же причинам не рекомендуется есть во время родов, по крайней мере, тяжелую пищу. Шоколад, йогурт, все, что не нужно жевать, понемножку на схватках есть можно. После кесарево сечения меню будет диетическим, основное питание жидкое, запрещены сырые овощи, фрукты, хлеб, все, что богато клетчаткой или может вызвать газообразование. Операция провоцирует нарушение работы кишечника, а при наличии шва на животе это довольно мучительно. Поэтому стоит выдержать время и есть только то, что положено, зато пить можно много. Четвертое. Специальное белье. Компрессионное белье нужно купить заранее. Его советуют большинству беременных. Челки, гольфы помогают поддерживать сосуды в тонусе, уменьшают риск тромбообразования и отечность тканей. А вот если в планах кесарево сечения, то компрессионное белье после операции надо носить обязательно, чтобы снизить вероятность появления тромбов. Гольфы и чулки до операции надевать не надо. Врачам важно видеть цвет ногтей на ногах. Цветной лак тоже под запретом. Это маркер состояния женщины. После родов попросите мужа или медсестру о помощи, иначе надеть тугие чулки будет непросто, а вместо шва напрягать лишний раз не стоит. 5. Заснуть и проснуться с ребенком не получится. Кесарево сечение под наркозом общей анестезии делают в редких случаях, в экстренных ситуациях, когда нет времени ждать действия препаратов. Плановое вмешательство проводится с помощью спинальной или эпидуральной анестезии. Сначала место укола на спине протирают и делают инъекцию анестетика, затем между позвонками вводят иглу и препарат, который поможет практически не чувствовать нижнюю часть тела. Сначала начнет неметь места инъекции, затем это ощущение спустится ниже. Степень чувствительности и способности двигать ногами зависит от дозы препарата и индивидуальной реакции. Введение может быть однократным или многократным, в последнем случае оставляют подключенным катетер. Шестое. Вставать придется с помощника. Причем вставать именно придется, отлеживаться пока не пройдет боль от разреза, не получится. Первые часы после кесарево сечения мама проводит, как правило, в отделении интенсивной терапии. Сначала встать будет невозможно, анестезия действует и после родов, и анемевшие ноги слушаться не станут. Но довольно скоро это сделать придется, не просто встать, но и походить. На помощь переходит медицинский персонал. Вас поддержат, подскажут, как лучше встать, сделать это важно. Это основная профилактика опасного осложнения тромбообразования. Седьмое. Сколько придется быть с мочевыводящим катетером? Эту неудобную трубочку придется терпеть в течение нескольких часов. Препараты анестетики до изменения в организме могут задерживать отведение мочи. При этом жидкость из организма начнет выводиться активно и с мочой, и с обильным потом. Это следствие изменения гормонального фона после прекращения беременного состояния. Восьмое. Молоко придет не быстро. Не все впервые ожидающие ребенка мамы знают, что молоко не приходит в первые дни. Сначала вырабатывается прозрачная, желтая и липкая жидкость молозива. Молозива особенно богата питательными веществами и помогает ребенку насытиться буквально каплями, так оно и вырабатывается по чуть-чуть. Эти первые 3-4 дня помогают организму малыша привыкнуть к поступлению веществ не через пуповину, а в желудочно-кишечный тракт. Но вот после оперативных родов из-за недостаточной естественной выработки гормонов молоко обычно приходит на сутки позже. Помогают ускорить процесс, контакт с малышом, обильное питье и отдых. Ребенка обычно приносят после кесарева через сутки, но может быть и намного раньше, если противопоказаний нет. Раньше многие считали, что роды через кесарево сечение заканчиваются искусственным вскармливанием, так как сначала маме дают антибиотики и прикладывать ребенка к груди не рекомендуется, а затем уже упущено время для лактации. Сегодня никаких ограничений из-за антибиотиков нет. Используются те, что не навредят ребенку. И прикладывать советуют к груди малыша как можно раньше. Это нужно и ему, и маме, так ее организм быстрее восстановится. Еще один миф. Из-за оперативных родов не возникает связь с малышом. На культивации этого мифа построена методика мягкого кесарева сечения, которая проводится несколько медленнее. Мама может видеть рождение ребенка и сразу взять его на руки. На самом деле небольшой шок и смятение чувств могут быть у всех, и при естественных родах тоже. Не надо ждать, когда включится материнский инстинкт или укорять себя за его отсутствие. Ученые уже доказали, что он запускается даже у мужчин при одном условии – заботе о ребенке. Кроме того, у мужчин тоже происходят изменения в теле после рождения ребенка. Так что не стоит верить в мифы и ждать особенных ощущений. Просто возьмите малыша на руки. Девятое. Будет больно. Швы – это место разреза, в котором живая ткань должна срастись вновь. Если в стенках матки нет нервных окончаний, то вот кожные покровы ими пронизаны. Так что болеть шов будет примерно как после удаления аппендикса. Неприятные ощущения могут сохраняться до месяца. Сначала острая боль перейдет в тупую, потом будет сжечь, чесаться, немного ныть. В первые дни, пока мама еще в клинике, за швом будут ухаживать специалисты. Они же расскажут, как это делать дома и с какими симптомами нужна медицинская помощь. Изредка в процессе разреза повреждаются нервные окончания, а в таком случае в месте шва кожа немеет. В редчайших случаях сегодня приходится делать вертикальный разрез, как раньше. Обычно он горизонтальный, в нижней части живота длиной примерно 10 сантиметров. Со временем шов побледнеет и станет почти незаметным. А вот чтобы шов не разошелся в первый месяц, рекомендуется не поднимать ничего тяжелее своего малыша. Десятое. Выделения могут длиться долго. Хотя роды оперативные и младенцы достают из живота, лохи не избежать. Так называются кровянистые влагалищные выделения. Лишняя жидкость, кровь, ткани покидают матку, причем в первую неделю весьма обильно. Затем объем лохи уменьшается и сходит на нет примерно через 6-7 недель. Выделения после кесарево сечения длятся дольше, чем после обычных родов. Матка сокращается медленнее. К ним нужно особое внимание. Изменение количества, цвета, запаха может указывать на послеродовые осложнения, требующие медицинской помощи.